Микс Ньюс. Советы богачек. То есть я советую провокации, но не все их могут себе позволить делать. Российский психолог-психотерапевт. Скажи ему, слушай, ты меня сейчас бесишь, вот честно. Специалист по семейным отношениям. Ну все, будьте готовы к тому, что он пойдет искать другую энергетическую группу. Ирина Богачек на радио Болтком. Поэтому это такие некие лайфхаки. Дает советы и отвечает на вопросы. Есть три темы, которые категорически нельзя поднимать с мужчинами. А потом их раскроем, да? А потом их раскроем. Советы богачек. Время выхода программы анонсируется дополнительно. И все проблемы решатся. Добрый день, уважаемые слушатели. Начинается программа Советы богачек. С нами на прямой связи Ирина Богачек, российский психолог-психотерапевт. Добрый день. Здравствуйте. Я понимаю, что у нас есть возможность разыграть в качестве приза книгу в плену у архетипов. Да-да-да. Я похвастаюсь абсолютно новое мое детище, написанное совместно с академиком-профессором Дмитриевой. И это безумно интересно. Темы архетипа сейчас поглощены все. Эта тема используется и в маркетинге, и в менеджменте, и в психотерапии, и вообще в определении жизни. Потому что, собственно, заглянуть в мир архетипов словно посмотреть в зеркало. Потому что архетипы определяют вообще нашу жизнь, наши стратегии поведения, выбор партнера, наша успешность, определяют нас в профессии и так далее. То есть это то, что воздействует бесконечно на наше восприятие мышления и вообще на наше поведение. И сегодня я, в общем, тема «Как нельзя лучше» как раз будет соответствовать этому, потому что с точки зрения архетипов не существует понятия возраста или пола. Например, любой человек может на всю жизнь быть захваченным архетипом божественного ребенка. То есть неважно, что у него в паспорте написано 60-70, а он 90-летний мальчик. Или, например, человек может быть захвачен архетипом мудрой старухи. То есть уже в 9-10 лет ребенок ведет себя как мудрая старушоночка, которая поучает своих родителей. Ну, это сегодня в пределах нашей темы я очень подробно освещу. Мы сегодня говорим о разнице в возрасте. И вот тогда для того, чтобы выиграть книгу, я бы предложил, может быть, такую схему. Нужно будет на номер 2306191 отправить ваше смс-сообщение. Мы говорим, вот действительно, пары с большой разницей в возрасте. И, может быть, напишите нам вот ту пару, вот предложите как вариант, который вам кажется достаточно гармоничная, очень, наоборот, подходящая друг к другу, несмотря на разницу в возрасте. Вот вспомните, переберите вот каких-то известных, знаменитых, может быть, медийных там персонажей. Тот же самый Дибров там с молодым, с молодой женой или там еще. Ну, не буду сейчас вот просто вам подсказывать. Но выбирайте и присылайте на номер 2306191. А затем мы среди тех, кто пришлет, вот разыграем как раз-таки книгу в плену у архетипов. Ну, и вот предваряя, может быть, вот как раз действительно эту тему разницы в возрасте, сразу же вспоминаешь картину «Неравный брак» из Третьяковки Василия Пухерева. Самая знаменитая его картина. И самое поразительное, вот я когда готовился к программе, я узнал, насколько она действительно произвела такое влияние на общество. Священный Синод принял указ, осуждающий брак из большой разницы в возрасте. После этой картины, я понимаю, что тогда не было телевидения, не было ток-шоу. Вот картина, выставка, обсуждение ее стало тем самым каким-то спусковым триггером. И говорят, что даже историк, известный Костомаров, отказался от брака с молоденькой девушкой, уже будучи в возрасте, тоже вот под влиянием, ну вот переосмыслил, посмотрел и решил, что нужно ли мне это. Ну а я, конечно же, начну с того, что я немножко введу наших радиослушателей в понятие возраст. И скажу, что вообще это понятие относительное. И я как психоаналитик, это вообще одна из моих излюбленных тем. Потому что в психоанализе, в принципе, отрицается понятие возраст, которое принято в классической психологии жизни, как мы воспринимаем возрастная периодизация, там, ребенок, подросток и так далее. И точно так же отрицается понятие пола. Кстати, в психоанализе вообще отсутствует понятие дети. Там есть понятие малолетний субъект. И гораздо важнее для людей в понимании такой термин, как возрастная фиксация. И сейчас я скажу, что это такое. Возрастная фиксация – это тот возраст с теми проявлениями, на которых человек, в общем-то, зависает на всю свою оставшуюся жизнь. И поэтому разговоры о взрослении каком-то. Ну вот какое, например, взросление может быть у известных актеров? Совершенно недавно я экспертировала на Первом канале историю жизни очень известного сатирика, такого короля комедии Михаила Кокшенова. Он совершенно недавно ушел из жизни. И все время разговоры шли о том, что вот он такой замечательный, его все так любили. Но почему же он отвергал своих детей и не хотел с ними общаться? А вся история-то в том, что он как раз и был тем самым божественным ребенком. Он сам подросток. Зачем ему еще другие дети? И в данном случае выбор рождения детей – это был исключительно выбор его партнерш. И в конце жизни он как раз-таки и нашел женщину, которая полностью его компенсировала, его потребность в маме. Она заботилась о нем, она была его менеджером, она вела все его программы и так далее. И именно с ней он впервые в жизни, в 70 лет, решил оформить законный брак. Вот, да. Итак, чем же обусловлена вот эта возрастная фиксация, про которую я говорю? Конечно же, она обусловлена архетипами. То, чем, собственно, мы занимались, когда писали эту книгу. Это так интересно узнать, кто же ты архетипически. Это как узнать свою группу крови, резус-фактор, свой тип нервной системы. Также возрастная фиксация обусловлена воспитанием. Воспитание бывает разное в разных семьях. И, конечно же, типом нервной системы, то есть физиологическими какими-то особенностями. И поэтому, вот, например, так любимые в семье бизнесмены собственного бизнеса, то есть, по сути, ведь это тоже подростки. Они тотально верят в успех, они не просчитывают риски, они хватаются за 10 дел сразу. Вот совершенно недавно я перечитывала мысли Стива Джобса. Да, 9 дел прогорают, но 10-е становится Эпплом. И такое себе может позволить только человек на возрастной фиксации подросток, который не задумывается о том, что у него что-то не получится. А даже если и не получится, ну и бог-то с ним, я займусь чем-нибудь другим. Итак, я немножко ввела в понятие возраста и сказала, что нам гораздо важнее определение возрастной фиксации. Но уж если мы начинаем говорить про отношения, то существует два типа отношений. И тот, и тот вариант нормализованы. То есть некоторые люди сейчас могут послушать и сказать, ой, наверное, вот это вот какие-то отношения нездоровые. Нет, здоровый и один, и второй тип отношений. Итак, попрошу внимания. Независимо от паспортного возраста бывает два типа отношений. Первый – он такой же, как я. И дело в том, что разница может быть глобальной в паспортном возрасте у людей. Ну вот, например, известная пара Кэтрин Зетта Джонс и Майкл Дуглас. 25 лет разница. А второй тип отношений – это детско-родительские отношения. Причем, например, более молодой мужчина может стать родителем для своей гораздо взрослее по паспортному возрасту женщины. Ну и, конечно же, известнейшая пара – это Эдит Пиаф и ее последний супруг Теу. В то время, когда я была 42, ему было 23. И очень хорошо известны ее слова, которые она сказала с Эйфелевой башни, что «я всю жизнь любила Марселя, но ждала Теу». Именно он ухаживал за ней, как за ребенком. Он причесывал ее, он катал ее на инвалидной коляске. И она сделала все для того, чтобы воплотить свою мечту, то есть выйти за него замуж. И до последних дней боролась за свою жизнь, потому что он был как родительская фигура. Он опекал, он окутал ее любовью и заботой, что, конечно же, она говорит, как поздно мы встретились, а ведь могло быть совершенно все по-другому. Поэтому возраст сам по себе небольшая проблема. Есть множество вариантов людей, когда у них разница и 10, и 20, иногда даже 30 лет. А они чувствуют себя вот либо как ровесники, то есть он такой же, как я. Либо детско-родительские отношения. Кстати, вот еще пара мне приходит воспоминания. Это Селин Дион и ее супруг Рене Ажиил. Они познакомились, когда я была то ли 12, то ли 14 лет. И 26 лет была у них разница в возрасте, сумасшедшая любовь. И если бы он не ушел из жизни, возможно, это пара. И до сих пор все бы ей восхищались и говорили, вот посмотрите, пожалуйста. Ну, конечно же, когда огромная разница в паспортном возрасте, существуют страхи. Ну, прежде всего, это страх социального осуждения. То есть, если человек тонко реагирует на осуждение, конечно же, он может отказаться от таких отношений. Возникает вопрос сексуальной активности и в ту, и в другую сторону. И, конечно же, интересы. Но об этом я скажу чуть позже. А сейчас, как всегда, в своей излюбленной статистике. Сейчас я немножко отойду из своей роли психоаналитика, которая считает, что возраста и пола нет. Да? А все-таки перейду к более таким, ну что ли, живым данным, сведениям. И выяснилось, что чем больше разница в возрасте, тем выше риск расставания. И вот даже цифры я выписала. Если разница в возрасте 5 лет, то в 18% случаев возможно расставание. Если разница в 10 лет, то уже 39%, то есть риск расставания. Если разница в возрасте 20 лет и больше, то процент расставания 95%. То есть практически все пары распадутся. И поэтому психологи говорят, что, конечно же, лучше всего, и физиологи, разница в возрасте – это 1-2 года, неважно в какую сторону. И тогда процент разводов и расставаний составляет всего лишь 3%. То есть можно сказать, что эти пары живут. Ну а с точки зрения физиологии, здесь немножко другая формула присутствует. Я сейчас ее расскажу нашим радиослушателям. Считается, что идеальным вариантом с точки зрения физиологии, с точки зрения психологии я сказала, что там вообще без резницы. А вот физиологии формула следующая. Нужно взять возраст мужчины, разделить на 2 и прибавить 7. Так, и что получается? Давайте посчитаем, сколько должно быть вашей партнерши с точки зрения физиологии. Так, получается, сейчас-час-час-час-час-час, 34. Вот, 34 года. Но, насколько я знаю, вы живете по принципу психологическому со своей супругой. Вроде бы у вас небольшая разница в возрасте. Год, один год. Вот, то есть, и насколько я знаю, вы уже очень давно в браке. То есть, здесь, я говорю, разнятся психологические, как бы, пожелания и физиологические. Хотя, вот, я просто сразу хочу вспомнить Иван Краско и Наталья Шевель. Вот, знаменитая пара. У них разница в возрасте 60 лет была, и они прожили вместе все-таки всего лишь 3 года. И расстались, ну, по причине, потому что она не хотела детей, а он хотел. Вот, такая... Кстати, меня тоже приглашали экспертировать этого актера. И вопрос как раз был о том, почему же он, ну, вот, все время рожает и рожает и рожает этих детей. В чем потребность? Он что, в нем настолько выражено вот это вот отцовское чувство? Вовсе нет. И моя экспертиза, раз уж мы заговорили про этот случай, он действительно был, такова. Есть много людей, которые как раз-таки на детской возрастной фиксации, подростковой, хотят создать себе группу единомышленников. То есть, по сути, он рожал себе детский сад. То есть, таких же, как он. Вот, например, то же самое делает Анжелина Джоли. Это не о том, что у нее высоченная такая материнская функция так развита. Это вот мой детский сад, ватага ребят, детей, которые будут рядом со мной, и я среди них, ну, в общем, лидер. То есть, совершенно другой механизм. Вот. А сейчас я расскажу немножко про стандарты, которые тоже освещены в литературе и научной, публицистической. Вот, например, люди в скандинавских стран предпочитают большую разницу в возрасте между мужчиной и женщиной, чем, например, европейцы. Очень меня удивили цифры. Оказывается, у финнов в большей степени разница в возрасте – это 10-15 лет плюсом в сторону мужчины. У шведов 6-7 лет, опять же, мужчины старше. В России ситуация немножко другая. У нас 30% в большем случае занимают пары, где женщина, положим, мужчины ориентировочно на 5 лет. А вот в старушке Европе как раз-таки женщины старше мужчин на 5-7 лет. Это стандартнейшая ситуация. Большинство людей как раз живут, причем живут достаточно долго, вот с такой разницей в возрасте. Ну и теперь я, конечно же, хочу перейти к двум глобальным сценариям. И я буду говорить как раз про большую разницу в возрасте, то есть 10 лет и больше, 15, а может быть даже и 20. И первый сценарий, я его так назвала, дедушка и девочка. Хотя, опять же, с точки зрения физиологии выяснено, что мужчина, который выбирает себе партнершу на 10-15 лет моложе, живет на 20%, увеличивается его жизнь дольше. Я сказала своему супругу, он говорит, так, надо срочно подумать над этим, у нас разница тоже в 2 года. Ну и начну с того, что, конечно же, физиологически, психологически девочки развиваются гораздо раньше, быстрее мальчиков. И уже в старших, да не в старших, а в средних классах девочки засматриваются на мальчиков выпускных классов, а именно они им интересны, в то время как ровесники кажутся совершенно несмышленными ребятами, на которых точно не стоит обращать внимание. И вот эта тенденция, она продолжается где-то до 25 лет, 23 даже где-то, 25, потом этого уже нет. Но вот если девушка выбирает все-таки мужчину в партнеры старше себя на 10-15 и 20 лет, то, конечно же, здесь есть ряд причин. И о них я сейчас и поведаю. Ну, конечно же, начну с психологических причин, и в данном случае мой любимый психоанализ. Итак, ну считается, что наши родители, это, конечно же, первообразы наших партнеров. И вот тут сразу оговорюсь, существует миф, что девочки выбирают себе партнера по типу папы. Да, это может быть так. Но чаще всего это чисто внешние какие-то критерии. А вот строить отношения, то есть проигрывать психологически, она будет то, какими были ее отношения с мамой. Потому что и для мальчиков, и для девочек именно мама является первым объектом любви. Но здесь не буду слишком вдаваться в подробности. Итак, почему девочка выбирает мужчину намного старше себя? Ну, прежде всего, это может быть обусловлено тем, что ей не хватило отцовской любви, заботы, опеки. Ей она никогда в жизни не слышала, ты моя милая девочка, ты моя принцесса, ты моя куколка и так далее. И, конечно же, ей хочется компенсировать эту потребность. Потому что Эдипов комплекс никто не отменял, когда дети в возрасте от трех до шести влюбляются в родителей противоположного пола и насыщают себя, напитывают вот этой любовью. И, например, может быть такая история, что физиологический отец, кстати, был, но психологически его не было. Например, он очень много работал, был занят бизнесом, или, например, он был с алкогольной зависимостью, и на него невозможно было опереться. То есть, когда нужен был совет, поддержка, помощь, он был в состоянии алкогольного опьянения, то есть, по сути, его как будто бы не было. Или, например, вообще отца могло не быть. И здесь это вообще глубиннейший механизм, и хочу рассказать клинический случай, приходит ко мне на прием мужчина. В возрасте 35 лет, то есть, самый расцвет, причем по внешнему виду, большие ноздри, такой густой волосяной покров, то есть, альфа-самец такой, видно, что тестостерона просто, я не знаю, там, запредельное количество. Сексуальная энергия буквально с ног сбивает. И в ходе терапии он достает маленькую бутылочку коньяка и говорит, слушайте, можно я сделаю несколько глотков? Потому что я, говорит, не знаю даже как об этом рассказать. Я говорю, ну да, конечно, я разрешаю выпивать на своих сессиях, пусть меня осуждают мои коллеги, но иногда человек не может разговориться для того, чтобы вот чуть-чуть не снять напряжение. И он говорит, вы знаете, я в браке со своей супругой 7 лет. У нас двое чудесных детей. Она у меня прекрасная, красивая, работает тренером по фитнесу. Вы знаете, она мне изменила. Ну я говорю, ну да, слушаю внимательно. Он говорит, да ладно бы, просто изменила. Она сказала, что она полюбила. И вы знаете кого? Электрика, который работает у них в фитнес-центре, это мужчина, говорит, просто дедушка. Он на 20 лет ее старше. Я не понимаю, как такое может быть. Я ласковый, внимательный. Я готовлю сумасшедшие там блюда. Я заботливый отец. Ну я не знаю, я все готов для нее. Я каждый день ее приезжаю с работы, встречаю. И вдруг, говорит, если бы вы видели этого дедушку. Я ей говорю, в чем дело? Я думаю, что у тебя просто, я не знаю, туман какой-то в голове. А она говорит, нет, я не откажусь от него. И когда уже барышня пришла ко мне в терапию, ну потому что они пытались спасти свою семью, она говорит, вот хоть убивайте меня, но я от этого мужчины не откажусь. Потому что вот он удовлетворил как раз ту самую потребность в заботе и опеке. То есть она почувствовала в нем родительскую фигуру. А дело в том, что их оставил отец, когда ей было 3 года. То есть как раз самое начало Эдипа. И она говорит, вот хоть убейте мне, мне не нужен никакой бурный секс, мне нужен вот этот вот мужчина-электрик. Поразительно. И ничего здесь сделать невозможно было. Следующая причина, по которой барышни могут выбирать... Да-да-да. Можем ли мы сейчас вот буквально передать эти причины, сделать маленькую паузу, после чего вернемся в студию и продолжим программу «Советы богачек». Продолжается программа «Советы богачек». Ирина Богачек, российский психолог-психотерапевт у нас на связи. Мы сегодня говорим о парах, где присутствует разница в возрасте. И вот сейчас мы говорим о разных сценариях, о разных вариантах этих отношений. Да. И сейчас мы как раз говорим о том сценарии, который называется «Девочка и дедушка», когда мужчина старше на 15-20 лет. И второй причиной, опять же таки, психологической, может быть то, что девочка не может никак отделиться от родителей. То есть не произошла автономия, не произошла сепарация. И настолько большой страх остаться одной, что ей хочется и в отношениях с партнером проигрывать тот же самый сценарий, который был у нее в семье, когда она чувствовала себя маленькой девочкой, о которой заботились, опекали. Она совершенно не брала ответственность. И в данном случае именно по этой причине она может выбирать партнера гораздо старше. То есть как бы одного папу менять на другого папу. Именно потому, что боится остать одна. Конечно же, очень глубинным механизмом может явиться так называемый семейный сценарий. Ну, например, все женщины в роду очень рано разводились со своими мужьями и воспитывали детей сами, и вот тянули, что называется, лямку. Вот, или, например, их мужья пили, или, например, их мужья били. И вот этот сценарий передается от поколения к поколению. И, конечно, эти барышни будут выбирать мужчин бессознательно намного старше, чтобы они, например, раньше уходили из жизни, и они как раз отыгрывали этот семейный сценарий. Но это такая глубинная тема, которая, кстати, и решается посредством архетипической терапии. Об этом тоже есть несколько случаев в моей книге. Может быть причиной неравенства, и в данном случае сейчас я объясню, что это такое, когда один партнер доминирует над другим. И в данном случае мы сейчас говорим про то, когда мужчина старше. То есть он выбирает себе девочку, по сути, ребенка, и начинает из нее лепить то, что ему нужно под себя. И девочка эта зачастую отказывается от своего «я», от своего самоопределения ради какого-то комфорта, ради вот этой заботы. Этот мужчина постоянно мучает ее нравоучениями, говорит ей, как жить, вплоть до того, как ей одеваться, куда ей ходить, чем ей заниматься, с какими подругами общаться. И я вспоминаю один из случаев. У меня была барышня в терапии. Она, кстати, была программист. Казалось бы, совершенно не подходящая работа для вот такой девочки-девочки. А мужчина у нее был немец. И она говорит, я просто не могу с ним находиться, потому что он все время на меня давит. Вот ты знаешь, даже как мы планируем наше свидание вечером. Он присылает мне коробку с платьем и говорит, чтобы ты была вот в этом платье, вот в таких-то туфельках, в такое-то время, вот в таком-то ресторане. Она говорит, это же ужас ужасный. А я сижу вот так ее слушаю и думаю, боже мой, как я тоже так хочу. Потому что все люди разные. И она вот не подходила под этот образ, и они расстались. А вот другая история, плачевная опять же-таки в моей клинической практике. Одна девочка, она по национальности была татарочка. И ее родители присмотрели ей мужа, когда она еще опять же-таки была подростком, там 12 или 14 лет. И он, что называется, ждал ее, взращивал. Он постоянно, этот мужчина приходил в их семью, то есть родители общались с ним. И когда ей исполнилось 18 лет, он взял ее в жены и вроде бы создал ей абсолютнейший уют, золотую клетку. В принципе, он даже ей разрешил заниматься самоопределением, она занималась модой. Но из-за того, что она вот полностью подавила свое «я», и я предполагаю, что, скорее всего, у них не очень ладно было и в интимной жизни, и так далее, в 30 с небольшим эта барышня получила онкологический диагноз, и никакие деньги, и никакие врачи мира не спасли ее. То есть она ушла из жизни. То есть она не смогла находиться вот в этой паре. Ну, а чаще всего мы говорим о так называемой «выгоде». И выгода, конечно, бывает разная. Ну, моментально, когда люди видят очень взрослого мужчину и рядом с ним юную спутницу, все говорят о выгоде какой? Материальной. То есть ей нужны его деньги. Да, эта выгода действительно может быть. Это финансовая стабильность. И в данном случае женщина говорит, да, я могу заниматься собой, я могу заниматься домом, я могу заниматься детьми и ни в чем не нуждаться. Эта причина, конечно же, может быть. Но также может быть выгода, например, и интеллектуальная. То есть взрослый партнер, взрослый мужчина – это уже человек, который повидал жизнь. Он может что-то показать. Он может куда-то свозить, показать мир. Он может рассказать о чем-то. Да, может многому научить. И вспомним, например, классический пример. Это Анжелика, которая маркиза Ангела, ее муж, граф. У них была очень большая разница. Возрасте. И именно он научил ее искусству любви. А я вспоминаю свой случай, когда еще была студентка. Один мальчик меня спросил, а почему ты пользуешься вот такой вот помадой? А я какой-то, ну, какая-то маленькая там помадка, я даже не обращала внимания. Я так чуть-чуть накрашу, чтобы губы смягчить. Он говорит, нет, ты не можешь пользоваться такой помадой. И на мой день рождения подарил мне красивую помаду «Палому Пикассо». Такие золотые большие губы. То есть эта помада не помещалась ни в одну сумочку, но, тем не менее, она была, конечно, роскошная. И я-то приняла это с благодарностью. Я уже стала обращать внимание на эту красоту, на эту элегантность. Другая барышня, например, могла бы отреагировать отвержением, сказать, что ты мне вот тут навязываешь свой вкус. Конечно же, выгода может быть эмоциональной с точки зрения эмоциональной поддержки. То есть окажется, что с возрастом мужчина начинает понимать, женщина начинает понимать капризы. Но, во всяком случае, хотя бы создается такое вот ощущение. В то время как с молодым это невозможно испытать, потому что каждый тянет, перетягивает одеяло на себя. Конечно, выгода может быть в надежности. То есть с таким человеком, зрелым мужчиной, который уже, ну, извините за вульгаризм, нагулялся, уже абсолютно точно знает, что ему нужно, он готов к созданию семьи. Кончаловский-Высоцкая, такой пример. Кончаловский-Высоцкая, например, такой пример типичный, наверное. Вот. На самом деле, там еще хуже история. Там как раз она мама для Андрона Кончаловского, который на всю жизнь будет подростком. Поэтому он и создает такие шедевральные кинокартины, потому что это детские фантазии. Он не взрослый, неважно, что ему уже, ну, очень много лет. Хотя на первый взгляд кажется так, нет. Она как раз по архетипу хозяйка, и она вот, она эту хозяйку даже и транслирует. То есть она создала кулинарное шоу. Ну, то есть это абсолютно взрослая, зрелая даже женщина, несмотря, в общем, на достаточно небольшой паспортный возраст. Ну, и последняя выгода, это, конечно же, сексуальность и надежность. То есть таким мужчиной уже не страшно рожать детей. С ним можно экспериментировать в сексе, потому что он не не пьется за победы, как молодой мужчина, которому нужно количество. Здесь уже речь идет о качестве. Ну, конечно же, в этой истории есть подводные камни, но они есть и во втором сценарии, о котором я хочу рассказать. Второй сценарий, я назвала его «Мамочка и сын». Хотя еще раз скажу, что это исключительно о паспортном возрасте. И вот здесь, кстати, физиологи выяснили, что женщина, которая живет в браке с партнером с большой разницей в возрасте, причем и в одну, и в другую сторону, умирает раньше, чем если бы она жила с ровесником. То есть для женщины, оказывается, это не очень хороший вариант, как в одну сторону, так и в другую сторону. Ну и давайте вспомним, опять же таки, что девочка физиологически раньше развивается. Но тем не менее, всплеск гормонов и всплеск сексуальности у женщины физиологически наступает где-то в 30 лет. В то время, как у мужчины всплеск гормональный, сексуальный, это 18-20 лет. Поэтому, в принципе, пары, где молодой мужчина и более зрелая женщина, они могут быть очень гармоничны. Но именно женщины зачастую отказываются от таких отношений в силу вот тех самых социальных страхов, социальных каких-то установок. Посмотрите, какую бурю негодования вызвал, например, брак, ну потому что он стал публичным французского президента Макрона, и его супруги Брежит, разница у них в 24 года. А он помимо того, что молод, он еще и выглядит очень молодо. И, конечно, здесь срабатывают иррациональные установки. Что значит иррациональные? То есть ограничивающие. То есть первая иррациональная установка, почему женщины отказываются вступать в такие отношения, что я могу стать помехой в жизни, я буду абузой, я буду для него балластом, и он не сможет, например, построить карьеру и иметь нормальную семью. Следующая иррациональная установка, что я старею, и он найдет себе другую. И, конечно же, вот это социальное неодобрение, что все будут смотреть и тыкать пальцем. И у меня есть одна такая пара, где женщина именно из-за этих страхов отказалась от отношений с молодым мужчиной. У них была разница в 20 лет, и он всячески проявлял инициативу, он хотел быть с ней. Она говорит, ну мне приходилось как-то немножко подстраиваться под него, даже, может быть, одеваться не так, как я привыкла элегантно, вот какую-то кепку, рюкзачок, то есть выглядеть более моложаво, и окончательно меня отвернула от него та история, когда мы с ним гоняли на мотоцикле, приехали в парк, и я в этом парке увидела свою дочку с коляской. В этом парке гуляла ее дочка с коляской. И она говорит, мир у меня перевернулся, и я сказала, что нет, я не буду с тобой, а на самом деле это, ну, совершенно неправильное решение было, потому что главное, чтобы человек был твой, чтобы у вас было одинаковое мироощущение, интенсивность жизни, чтобы вы могли поддерживать энергетически. Ну и, конечно, здесь существует три стереотипа в жизни, которые я сейчас разобью. первый стереотип о том, что мужчина уйдет к более молодой женщине, но я уже многократно говорила, что мужчина уходит не к другой женщине, он уходит к другой энергетической груди, а здесь он получает три в одном флаконе. Эта женщина и выполняет материнскую функцию, то есть она заботится, опекает, поддерживает, она и сексуально активна еще, потому что сейчас физиологический возраст женщины очень увеличился. Плюс она еще и интересна, потому что, скорее всего, у нее уже есть какое-то любимое дело, она чем-то занимается, у нее есть какой-то круг общения, и она может кормить информацией своего мужчину. И только одна причина может заставить мужчину уйти от этой женщины, это деторождение. То есть, например, женщина уже имеет детей и не хочет еще детей, либо действительно в силу возраста уже есть какие-то физиологические особенности, что она не может выносить ребенка. Но даже эти проблемы решаются. Мы знаем пару, Дмитрий Маликов, его супруга, пожалуйста, то есть последний ребенок, суррогатное материнство, ну и уж очень известная пара, которая вообще всех шокирует. Это вообще секс-символ эпохи вот именно молодежи. Джейсон Мамаа, который играл Хала Дрога в Игре Престолов, то есть нет практически женщин, которая бы сказала, что он не сексуальный эротический образец. И ему сейчас 40, а его жене 52. И он любит ее безумно, и у них дети, и, конечно же, здесь ведущая роль женщины. Второй миф или второй стереотип, что женщина сама стала инициатором этих отношений. Нет, нет и нет. проведено было глубочайшее исследование. 200 пар в Америке, правда, были опрошены, пар с большой разницей в возрасте. И в этих 200 парах 90 с лишним процентов, это когда мужчина первым сделал шаг, он пошел на контакт, и он стал интересоваться этой женщиной, проявлял инициативу, ну и, в общем, влюбил ее в себя. Ну и третий стереотип, что такие отношения не продлятся долго. Но даже здесь есть цифры и говорится о том, что пара, где разница в возрасте 15-20 лет, в среднем живут не менее 13 лет. Так сейчас попробую, и ровесники-то 13 лет не все проживают и доживают. Поэтому прогнозы на будущее очень благоприятны в таких парах. Хью Джекман, Хью Джекман, кстати, тоже. Что я хочу сказать, что вот очень известная пара, кстати, Хью Джекман и его супруга Дебора Ли. 12 лет разница у них. Да, она не могла родить детей, но они взяли двоих приемных и, в общем, он реализовал себе эту функцию отца. И реально в этих парах очень могут быть хорошие прогнозы. Женщина поддерживает мужчину. Она не истерит, как делает эта молодая девочка. Она уже не занимается своей карьерой, потому что она уже состоялась. И мужчина рядом с такими женщинами очень ресурсирует и выстреливает. А плюсы женщины, она старается выглядеть с ним рядом более молодой, более спортивной, подтянутой. И, в общем, сейчас все условия для этого есть. Ну, и, наконец, я перехожу к советам богачек. после того, как я осветила два этих сценария, а говорим мы сегодня о разнице в возрасте между мужчиной и женщиной, и, конечно же, подводные камни, которые есть и в первом сценарии, и во втором сценарии. Ну, прежде всего, это разные интересы и ценности. Из-за того, что это люди разного поколения, конечно же, у них разные культуральные традиции. То есть, они слушали разную музыку, они читали разные книги, разные киногерои в их воспоминаниях. И, с одной стороны, это может отталкивать, но если люди хотят быть вместе, и если есть к тому основания, то как раз вот этот, казалось бы, негатив умножит стать позитивом. То есть, это вызывает дополнительный интерес. Если, например, мужчина по типу Олега рассказал бы своей юной спутнице о каких-то музыкантах, каких-то интересных личностях, а она бы его просветила в плане каких-то молодежных, допустим, там, течений и так далее. И наоборот, точно так же. То есть, мужчина может быть молод, а женщина взрослеет. Ну, может быть, конечно, какой еще подводный камень? нелестное сравнение с предыдущими. То есть, ну, в особенности это мужчин касается, когда они начинают крестиковать. Ну, психологически это, ты плохая мама, у Васи Пяточкина, мама лучше. То есть, сравнивать со своими предыдущими партнершами и говорить, вот она мне борщ такой-то варила, вот она мне там, я не знаю, вот так застилала постель и так далее. И вот здесь самое главное дать понять, что вы – это вы. есть ты и я, пространство между нами. И наши отношения – это звук. Звук, который издают эти две ладошки. И если мы поставим сюда фантомы каких-то бывших, нет отношений, не будет звука. И каждая новая история – это новая история. И то, что было в той истории, совершенно может не повториться в нашей. И ты будешь даже более от этого счастлив. Конечно же, вот огромный камень преткновения – это вот то самое желание иметь детей. Потому что либо мужчина говорит, что он уже наелся, у него есть дети, мне не нужны эти пеленки, я не хочу ничего. Либо, вот как вы рассказали, Олег, случай, что там вообще молодая барышня сказала, что я совершенно не хочу иметь детей. И вот об этом моменте нужно договариваться на берегу. И здесь я всегда советую задать своему партнеру два вопроса. Возможно, я повторяюсь и говорила, это, но лишним не будет в качестве советов. Если всё-таки вы уже решили, что вы живёте вместе, да, проговорите планы на будущее. И здесь два вопроса. Как ты ко мне относишься? И что ты обо мне думаешь? И сразу станет понятно, вот есть там в перспективе создание семьи, рождение детей и так далее. потому что это может реально послужить огромной проблемой и любящие люди просто разойдутся. Хотя есть миллион вариантов, как эту проблему можно решить. Ну, ещё одним подводным камнем будет являться дисгармония в активности. Ну, например, мужчина очень много работает, приходит домой и хочет отдохнуть. То есть он не хочет ехать ни в какой клуб. И у меня есть одна интересная история. мужчина, тем не менее, удовлетворял потребности своей барышни и говорил, ничего страшного, хорошо, давай, езжай в ночной клуб, вот тебе охранник, вот тебе водитель. Вот, и девушка, она такая была фантазёрка, и она говорит, ну, что вы такое, я танцую, и вот рядом со мной танцует охранник и танцует там водитель. И она познакомила и охранника, и водителя со своими подружками, у них даже семьи получились. Вот, она в это время как бы общалась с друзьями. То есть в данном случае они договорились, поэтому здесь работает общественный договор, что сегодня, да, мы лежим на диване, смотрим, например, какой-нибудь сериал, завтра мы воплощаем твою активность, например, едем кататься на горных лыжах, а послезавтра каждый из нас отдыхает отдельно. Но вот это я не очень советую как психолог, я всё-таки считаю, что люди должны досуг проводить совместно. Но иногда побыть отдельно, конечно же, они должны. И поэтому какие шансы вот в таких отношениях, вот в таких, с такой разницей в возрасте, шансы всегда есть, если людей устраивает. Потому что люди меняют только тогда что-то, да, если их что-то не устраивает. А если устраивает, да хоть 10, 20, 30 лет разница в возрасте. И это могут быть, ещё раз повторю, отношения, он такой же, как я, и тогда мы не видим эту разницу в возрасте. Либо детско-родительские, и здесь удовлетворяются потребности одного и второго. И всё зависит лишь от желания быть вместе. А отношениям можно учиться, отношениям можно строить. Было бы желание. Ну что же, это была программа «Советы Богатчик». Ирина Богатчик была в нашем эфире. Через три, наверное, недели, как обычно, мы встречаемся, вот раз в три недели. Следите за нашими анонсами. Спасибо огромное. И книжечка кому-то из наших слушателей. Сейчас мы будем подводить итоги, но просто, наверное, уже за кадром. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Спасибо.